здравствуйте мои дорогие христос посреди нас сегодня среда а значит мы продолжаем читать с вами евангелие и размышлять над ним мы продолжаем читать 9 главу от луки сегодня будем читать с вами зачало 48 и 49 это стихи 43 до 51 те из вас кто пока что с трудом воспринимает евангелие на церковнославянском а мы читаем именно по церковнославянске то есть так как читать нашей русской православной традиции берите евангелие на русском следите за нами или же открывать церковнославянский вариант и потихонечку учитесь разбирать слова я по возможности стараюсь читать не слишком скоро чтобы вы успевали следить всем же чудящимся о всех я же творяше иисус речеку учеником своим вложите вы во уши ваши словеса сия сын бы человеческий имать предатися вруцы человечести они же не разумеша глагола сего бебо прикровен от них да не ощутят его ибо яхусь ибо просите его о глаголе 7 в неде же помышление в них кто вящий бы был иисус же ведой помышление сердец их прием от рача поставие у себе и рече им и же аще примет сие от рача во имя мое меня приемлет и и же ащими не приемлет приемлет пославши гомя и же бы меньшее есть в вас сей есть велик от вещав же иоанн рече наставниче видихом некоего о имени твоем изгоняще бесы и возбранихом ему якого след не ходит с нами и рече к нему иисус не броните и же бы несть на вы по вас есть вот такие два маленьких на самом деле зачала но очень насыщенных смыслом и с первого взгляда кажется что они даже состоят как бы из разных кусочков до которые так мозаика не сразу складываются у нас в одну картинку на самом же деле здесь конечно же есть связь и одно вытекает из другого и вот мы сейчас с вами немножко об этом поговорим и так сперва ученики и все кто вокруг удивляются тому чуду которое сотворил христос поминая и другие чудеса которые он сотворил а чудо было какое помните да когда они спустились с горы фавор господь исцелил несчастного бесноватого мальчика которого с детства мучили страшные припадки и вот господь его исцеляет на глазах у всей толпы тогда как ученики не смогли его исцелить об этом мы говорили с вами в прошлой встрече и вот здесь все удивляются все восхваляют бога все естественно хвалят христа да за такое чудо и господь не ко всем обращается только к ученикам отзывает их и использует этот момент для того чтобы подготовить их к своему крестному страданию и крестной смерти господь говорит им о том что он будет предан в руки людей то есть говорит им о том что ему надлежит пострадать обратите внимание что ученики не понимают его до написано что они разумели глагола сего да то есть они не поняли о чем речь они поняли только может быть интуитивно и эмоционально почувствовали его словах какую-то горечь какую-то тревогу предостережения да почему это так господь хочет чтобы когда он будет страдать на кресте апостолы не потеряли веру он хочет заранее готовить их к этому но готовит их поэтапно потому что если сейчас сразу все им разнестить растолковать они придут в смятение они придут в страх они не готовы еще воспринять но потихоньку готовить их надо для того чтобы когда это случится они понимали что это происходит по его святой воле что это не происходит просто так по стечению несчастному стечению обстоятельств или по чьей-то ошибки и так далее и вот этот момент вообще касается и нашей с вами жизни здесь открывается нам любовь божия господь и в нашей жизни вот в наших с вами обстоятельствах жизни и глобальных мировых но и наших личных у каждого из нас часто действует постепенно если что-то трудное предстоит он иногда готовит нас к этому другое дело мы не всегда это замечаем не всегда мы чутки не всегда понимаем но господь всегда дает много-много шансов нам как бы да господь ждет от нас молитва ждет от нас покаяние господь ждет от нас а обращение хотя бы к нему мысленного до обращения как бы лицом к нему что мы хотим направить свою жизнь к нему не умеем не знаем как но хотим и господь обстоятельствами поэтому надо быть очень внимательным вообще к обстоятельствам своей жизни вот с этой точки зрения не с той точки зрения как астрологи там да что у вас будет на этой неделе удача или там много новых встреч или там новая любовь да нет а прислушиваться к обстоятельствам жизни не чтобы в них какие-то ложные приметы находить а чтобы находить них приметы духовные куда господь ведет да что он от нас хочет что у нас не так что нужно подправить где нужно рассмотреть себя и может быть заметить какие-то грехи которых мы с вами не видели до этого и так далее вот я так стараюсь по крайней мере задумываться об этом и иногда это помогает немножко отстраниться от своих бурь которые вокруг тебя крутится до повседневной жизни и посмотреть немножко так со стороны да и остыть и понять так а что к чему это все да господь же явно что-то мне этим показывает что-то хочет дать мне этим понять и мои реакции на происходящие они тоже зачем-то и значит я должна из них сделать какой-то вывод вот точно также здесь христос постепенно готовит учеников к этим событиям разными способами разными заходами с разных как бы точек и вот здесь один из таких моментов не удивляйтесь да я бог и господь действительно да я творю эти чудеса как будто он говорит им но мне надлежит пострадать я пришел не ради этих чудес я пришел ради и страшной смерти мы для того чтобы дать жизнь вам готовьтесь к этому наблюдайте да то есть не смущайтесь не бойтесь вот вот так и ученики что интересно здесь написано побоялись спросить его вот это тоже момент удивительный с одной стороны в евангелии мы с вами наблюдаем но невероятно доверительные близкие отношения христа с учениками они три года фактически с ним живут бок о бок никого нет ближе у него чем матерь божия и они да они везде с ним а тем не менее вот мы наблюдаем они боялись спросить потому что настоящая любовь сильная настоящая любовь к человеку к богу она всегда связана с неким страхом и благоговением перед этим человеком или богом то есть иными словами как мы в жизни если мы очень сильно любим своего ближнего будь то муж или наши родители да мы будем в какой-то степени испытывать благоговейный страх перед их личностью в каком смысле смысле чтобы не огорчить не причинить боли не сказать что то что человека обидит а не дерзнуть где-то перейти какую-то грань отношений с человеком ведь у каждого есть свое личное пространство если же мы перенесем это на бога то истинная любовь к богу это связано с нашим восторгом перед его конечно же величием бесконечным перед его огромной любовью к нам и ко всему миру и каждому даже нашему обидчику каждому да и существу на земле и от этого появляется такой благоговейный страх вот правильный страх божий да страх оскорбить бога грехами страх оскорбить бога каким-то нехорошим поступком или чувством это благоговение не из страха наказания а из страха любви и вот учеников это было уже тогда они боялись спросить не потому что он их отругает или грубо им ответит или не захочет с ними говорить они боялись оскорбить его недоверием и показаться перед ним не понимающими они такое уважение и любовь питали к спасителю что они предпочитали молчать когда надо он сам нам скажет это тоже удивительный момент мы иногда очень хотим знать наше будущее мы хотим чтобы господь здесь и сейчас нам прямо вот сказал объяснил помог вот немедленно а надо иметь терпение огромное терпение доверие к богу вот этому нас учат вот эти строки вот так я по крайней для себя всегда это ощущаю и дальше мы видим странный переход до в их сердце вошло помышление кто из них больший и они стали спорить об этом да и спрашивать христа здесь как пишет нам святитель феофилак болгарский это относится уже к тому что их мысль вернулась к вот этой ситуации с отроком когда они не смогли его исцелить и мысль была такова наверное это из-за того что вот у этого не было достаточно веры у петра допустим а петр может быть предположим подумал наверное филиппа не было достаточными они стали думать у кого из них не было достаточно веры что чудо не произошло потому что христос перед этим ставит веру условиям чудотворения и вот тогда господь эти мысли на всю их оставшуюся жизнь и им и нам выправляет на нужную дорогу на правильные рельсы ставит господь берет отрока маленького ребенка дети всегда в обществе это сейчас дети цари общества да во многих странах ли дети ставятся ну знаете ювенальная юстиция да это тоже кстати это хорошая тема для утреннего кофе а потому что действительно палка двух концах а но в те далекие времена ребенок и женщина однозначно стояли ниже мужчины да то есть ребенок не был полноправным членом общества он был наименьшим членом общества да но если только это не сын там царя да так принципе ребенок это ребенок и вот господь ставит этого ребенка и перед ними и говорит что кто примет ребенка сия отрача во имя мое меня примет какая связь да причем тут а вот при том что господь говорит кто прост как ребенок да помните же кто не будет не будете как дети не войдете в царствие небесное это перекликается с этим кто просто как ребенок вот тот велик передо мной вот тот самый первый кто имеет детскую простоту о том что такое детская простота сейчас поговорим соответственно кто примет вот такого простеца душой он как будто принимает меня да то есть вот вам ответ кто первый первый не тот кто больше молится первый не тот кто больше чудес творит первый не тот кто лучше всех языком болтает проповедует да первый тот кто прост кто прост и мал перед христом и часто в миру это бывает унижаем всеми остальными людьми и вот как нам понять меньше вас все есть велик но меньше это тот который как ребенок как отрок как как это понять дело в том что дети если мы с вами на них внимательно посмотрим вот особенно кто родители отметим в них определенные качества которые оказывается господь хочет чтобы были и в нас качество которые как бы ну скажем так одинаковы для всех детей доверчивость да но при том доверчивость у детей она удивительная она с одной стороны доверчивость а с другой стороны большая мудрость потому что дети как никто другой чувствует фальшь и неискренность со стороны взрослых и обмануть ребенка довольно трудно то есть он может обмануться на какой-то первый момент но потом если человек не с добром он к нему не пойдет и он чувствует да кому доверять кому нет соответственно доверяет он безоговорочно маме договоряя доверяет папе родным да там бабушки дедушки то есть близкому кругу людей которые он душой чувствует что они его и вот в принципе такое же наверное доверие господь хоть чтобы нас было к нему вот такая детская доверчивость к богу к судьбам божьим к промыслу божию к тому что происходит с нами и вокруг нас при этом дети задают вопросы обратите внимание дети не биороботы которые а все да вот так сказали такие знаете розовые безличные прозрачные нет дети очень даже имеют свой характер свою волю и они задают вопросы задают вопросы очень прямо всегда очень так скажем иногда ошарашивающе просто о сложных вещах вдруг спрашивают да политики там тоже они могут услышать разговор взрослых на каким сложные темы мама а что вот этот вот дядя он плохой то есть сразу так вот да в лоб допустим предположим да или они могут спросить мама а что вот там допустим бог он нас прямо всегда видит да а как же когда он отдыхает а когда он спит то есть они задают вопросы над которыми там я не знаю богословы труды на эти темы пишут а они спрашивают прям так вот в лоб сразу это существе божьем кто такой бог да мама почему я его не вижу например да и так далее но все кто матери сейчас массу таких вопросов наверняка вспомнят да когда дети поражали нас прямотой и так сказать прямо в лоб до спрашивают и посмотрите они спрашивают не от того что они хотят оскорбить нас или тот предмет о котором они говорят того человека которым они например что-то нелицеприятные спрашивают они спрашивают не от того что они хотят показаться лучше то что нам взрослым уже присущи да они спрашивают не для того чтобы кого-то поддеть не для того чтобы выступить они спрашивают потому что они хотят знать и потому что они бесконечно доверяют тому кого они спрашивают и они знают что он их поймет правильно вот соответственно если мы с вами подумаем как не осуждать но рассуждать да вот так как дети вот с детской простотой спрашивать бога спрашивать тех людей христиан по духу нам близких родных которым мы доверяем это может быть духовник это может быть муж или у мужа жена у жены муж это может быть брат или сестра во христе которые нам близкие друзья и мы по вере знаем что мы одинаково мыслим что человек духовный это нам сердце подскажет до спрашивать рассуждать и на тему патриарха и на тему президента и на тему кого угодно если мы можем рассуждать даже на тему существа Божия, рассуждать о Боге, о Божьей Матери, задаваться вопросами, искать на них ответы, то почему не можем интересоваться нашим государственным строем или нашими какими-то неполадками в церкви или еще чем-то. Если мы это делаем без осуждения, а с любовью рассуждаем, искренне хотим понять и адресуем свои вопросы человеку нужному, ну или просто самому Господу Богу в молитве, ну или духовнику, или родным по духу людям, то в этом не будет греха осуждения, это будет как раз-таки вот эта детская прямота и простота. Мы не хитренько молчим, замалчиваем, делаем вид, что ничего не происходит, надеваем на себя розовые очки, а в душе у нас там страсти бурлят и кипят, естественно, потому что ум наш возмущается, он хочет ответа, но мы себе закрываем рот, потому что мы хотим быть святыми, а мы как дети просты и искренни. Вот оказывается вот эта простота и искренность, за которую иногда и побить могут, как мы теперь понимаем, да, уже в нашей взрослой жизни, Господь её приветствует, Господь хочет, чтобы мы были живыми, искренними, открытыми, но бесконечно добрыми и любящими. И если рассуждали о чём-то, то всегда с большой любовью. Вот это потрясающий, совершенно потрясающий момент, потому что если говорить, будьте как дети, а каковы дети, вот дети, они таковы, да? И если наше доверие к Богу такое же, как доверие ребёнка к своей маме, то вот это и есть, вот это и есть наша детскость, она в этом. Дети, конечно же, не умелы в чём-то, они, конечно же, в чём-то ещё не разбираются и не понимают, но ведь если сравнить наш, даже нашего взрослого академика, доктора наук, человека крайне развитого, интеллектуального, эрудированного, с Господом Богом, он ведь тоже окажется в позиции ребёнка, который очень многого не знает, не разбирается и не понимает. И вот с этой позиции, наверное, нам и стоит подходить к любому вопросу вообще в нашей жизни, да? Помня своё место, скажем так, которое нам Богом определено. Мы все дети Божьи. И простая бабушка-старушечка в храме, которая, может быть, даже кроме школы вообще образования не получила, и дяденька-профессор, академик, доктор наук. Перед Богом мы дети, одинаково дети, потому что есть вопросы, в которых ни бабушка, ни академик до конца не разберутся и не поймут. У нас нет даже этого аппарата мыслительного. Как ребёнок растёт, превращается в взрослого, так и мы в этой земной жизни растём, и наша душа превращается во взрослого. То есть наша душа развивается, растёт, питается. Для этого мы её причащаем, для этого мы ходим исповедоваться, для этого мы молимся, потому что наше тело взрослеет, стареет, а душа, она возрастает. Она, по идее, должна совершенствоваться и возрастать, чтобы войти в Царствие Небесное, вырасти, не потеряв тех качеств, о которых мы говорили, наоборот, развив их уже до каких-то больших пределов. Вот такая картина рисуется мне. Я всегда приглашаю вас писать в комментариях, если по делу у вас есть мысли какие-то. Я всегда буду очень-очень рада почитать. Рафаэл мне обязательно о них расскажет и позовёт почитать, если кто-то поделится интересными мыслями или прочитанным на эту тему. Будьте как дети. Как вы это понимаете? Мне будет действительно искренне интересно. И дальше мы видим, что Иоанн задаёт вопрос, который вроде бы совершенно не в тему разговора. Но на первый взгляд он говорит, мы видели человека, который именем твоим изгонял бесов и возбронили ему. Почему Иоанн это спрашивает? Выслушав, что надо быть как ребёнок, что нужно быть самым меньшим, тогда ты будешь самым великим у Христа, Иоанн испугался. Был человек, который не ходил за Христом. Мы не знаем, кто он был, но он именем Христа изгонял бесов и исцелял именем Иисуса Христа. И ученики запретили ему, потому что у них был страх, что он не ходит с их учителем, он благодати Божией ещё не получил от него, они его не знают, а вдруг он тоже именем их учителя бесов изгоняет. То ли по ревности, то ли по осторожности, тут разные могут быть чувства замешаны. Они остановили этого человека. И Иоанн испугался, не дурно ли они поступили, потому что оказывается, смиряться надо, оказывается, нужно быть простым, как ребёнок, и не возноситься. А тут, получается, они вознеслись над ним. Они сказали, ты кто такой, ты с нами не ходишь, ты почему делаешь то же самое, что нам Христос велел делать, тебе же не велел. То есть тот момент мог быть не только страха и осторожности, но и некоторой гордости со стороны апостолов. Они, конечно, чувствовали себя избранными в какой-то момент. И мы это не раз в Евангелии видим, что этот момент избраничества, определённой такой чуть-чуть горделивости, был человеческий момент. Естественно, они чувствовали себя учениками того самого Иисуса, который мёртвых воскрешает. Любые болезни исцеляют, которого весь народ обожает. То есть они чувствовали, конечно, себя привилегировано. И вот Иоанн тут же, видите, какая реакция на слова Христа у апостола Иоанна? Он тут же кается, он тут же пугается. Что же мы наделали? Мы, наверное, нехорошо поступили. И Христос говорит потрясающие слова. Он говорит, того, кто не против с вами, не гоните он с вами. Вот это просто, знаете, вот так на первый взгляд уму непостижимо. Иже бу несть на вы, по вас есть. Того, кто не против вас, тот, кто не против вас, тот с вами. То есть, иными словами, Господь здесь говорит, я вам даже прочитаю филакта просто болгарского. Оставьте, говорит его, делать это, ибо и он сокрушает силу сатаны, поскольку же он не препятствует вам в деле проповеди, не действует заодно с дьяволом, значит, он за вас, ибо кто не против Бога, тот за Бога, подобно как тот с дьяволом, кто не собирает с Богом. Это очень сложно на самом деле, потому что любой верующий человек очень склонен, это и психологи объясняют, да, человек верующий очень склонен фильтровать и дифференцировать. Мое чужое, наше не наше, да, свой чужое. Вот эта вот дифференциация, она происходит, ну, естественным образом, почему? Потому что человек, придя к вере, обретя какие-то ценности, обретя новое мировоззрение, он невольно хочет общаться с подобными, это понятно, это абсолютно понятно. Но с другой стороны, взгляд на мир может, если неосторожно быть, поменяться настолько, что человек будет заведомо отторгать всё, что хоть как-то не подходит по коду вот с его конкретным мировоззрением верующего человека, не вообще верующего, а его конкретно мира определённого, который он себе выстроил. Ну вот так, например, бывало с русскими паломниками, которые после огромного перерыва из-за коммунизма, да, наконец-то приехали там через 70 лет, да, на святую землю в 90-е годы. И они впервые, вот я просто-то помню, они увидели, впервые люди увидели греческую службу. Тогда никто не ездил ни на какой Афон, ни в какую Грецию, в помине, это какой-то там, 94-й год, да. И вот люди приехали в паломничество, и они слышат, как поют греки у гроба Господня. И оборачиваются, и спрашивают, вот я помню, ко мне оборачиваются, скажите, они что, не православные? Я говорю, православные, конечно, не по-нашему поют, не по-православному. То есть, если это не русское православие, это уже не православное, это уже не христианство даже, да. А то ещё лучше спрашивали, они что, христиане? Такое тоже бывало. Но чаще они что, они не православные, да? Это не православная служба, Маше нельзя причащаться. Я говорю, да почему же нельзя? Да не по-нашему поют. Я говорю, так это же греки, они просто по-гречески молятся. Я пыталась, я ещё гидом не работала, я девчонкой была. Я у гроба Господня там была, знаете, главным этим бюро вопросов-ответов, информационным бюро для паломников. Я постоянно им объясняла и рассказывала, и даже несколько раз, я помню, как я стояла на службе, около меня стояли русские паломницы, бедненькие, какие-то праздничные службы, часть всего, потому что так к праздникам приезжали паломники исключительно, и они же ни слова не понимают. А я, поскольку молоденькая была, ну и вообще всегда любила языки, я довольно быстро выучилась прекрасно понимать и даже подпевать греческую литургию, практически знаю наизусть. И, соответственно, я им тихонечко, шёпотом переводила, что сейчас, как же они были рады и удивлены, что вот так можно петь херувимскую, что, оказывается, вот так можно делать возгласы. Понимаете, да, я это сейчас к чему привожу пример, что верующий человек, иногда, если у него не очень широкий кругозор, он как бы имеет какую-то свою матрицу, и всё, что к этой матрице вот точно-точно вот один в один не ложится, не моё, чужое, отодвинуть, убрать, всё, осудить, да, вот против этого Христос и говорил, чтобы мы были более разумными, с более широким взглядом и более наблюдательными и тонкими, чтобы мы понимали, что тот, кто не против нас, тот, кто не против Бога, тот, кто не призывает нас проклинать имя Христово, не дай Бог, да, или тот, кто не отрицает существование Бога, кто принимает Христа как своего Бога и Спасителя, тот не против нас, он с нами. Из этого ни в коем случае не следует экуменизм в плохом смысле этого слова. Опять же, про экуменизм делаем утренний кофе. Однозначно для тех, кто подписался на наш утренний кофе, мы обязательно будем говорить про экуменизм, потому что эта тема не такая простая, как она, вот кажется, дважды 24, да. Так вот, это не следует смешение всего со всем, нет. Но открытый взгляд, диалог с другими конфессиями, с другими христианами, со всеми, кто признаёт Христа своим Спасителем, однозначно из этого вытекает. Господь об этом нам говорит. Опять же, видите, в основе всего лежит любовь. Как это трудно, как это трудно принять, как это трудно понять, как иногда это болезненно трудно, но, к сожалению, нужно настраиваться на это. А может, к счастью, потому что без любви жить ведь ужасно. Постоянно жить в дружбе с кем-то и во вражде с кем-то, да. А постоянно нужно с кем-то дружить, с кем-то воевать, быть вместе против кого-то. Вот Господь это разбивает совершенно полностью. Враг у нас один – это дьявол. Да, вот те, кто с Богом не сеют, те, кто с дьяволом, да, те, кто однозначно, это тут вот они наши враги. Но враги, опять же, любите врагов ваших, молитесь за них, благословляйте их, да. То есть, Евангелие, дорогие мои, действительно, если вчитываться глубоко, впитывать его и пытаться проникнуться, оно меняет сознание, оно меняет человека. Поэтому я всячески призываю вас читать Евангелие каждый-каждый день, учиться жить по Евангелию, проникаться Евангелием. Вот не уставайте делать это. Я тоже по мере сил стараюсь это делать и приучать к этому детей, потому что действительно эта книга, удивительная книга, которую, читая каждый день всю свою жизнь, мы меняемся. Мы перерождаемся постепенно. Когда апостолов доходило постепенно, так до нас доходит как бы постепенно. Так что помощи Божией вам в этом удивительном творчестве. Ну, а я по мере сил буду стараться по средам также читать с вами, продолжать читать вместе Евангелие, вместе рассуждать, искать для вас изречение святых отцов на эту тему. Как я уже говорила, все наши выпуски Евангелия базируются на святых отцах. Я готовлюсь к каждому выпуску, читаю обязательно из разных святых отцов, анализирую, продумываю. И даю вам уже, так сказать, то, над чем подумала и поработала. Это ни в коем случае не импровизация с пустого места, никаким образом. Я по-прежнему напоминаю, что наши выпуски Евангелия по средам и блог «Святая земля сегодня по пятницам» будут выходить на канале с Божьей помощью так же, как и всегда, для всех, без исключения подписчиков. Ну, а для тех, кому хочется еще и утренний кофе смотреть по вторникам и субботам, я предлагаю оформить небольшую, недорогую платную подписочку на наш канал. И об этом я уже говорила в отдельном видео, поэтому тут повторяться не буду. Просто напоминаю, чтобы снять напряжение. Два раза в неделю мы встречаемся, ничего не меняется. Утренний кофе – это дополнительно для тех, у кого есть время, для тех, у кого есть желание, возможность оформить эту подписку и, соответственно, тратить еще время на нашем канале по вторникам и субботам. Напоминаю, что, конечно, в записи смотреть тоже можно будет тем, кто подписался. Если вы утром не успеваете, ничего страшного, вы можете смотреть в записи так же, как это было и раньше. Ну вот, мои дорогие, любимые зрители, подписчики, слушатели, я желаю вам помощи Божией во всем. На сегодня прощаюсь и увидимся в пятницу в выпуске блога «Святая Земля сегодня». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok